Смотрите сегодня в выпуске. Успеть купить выгодно. В Сарове сохраняются льготные ставки на ипотеку. Потопы без дождя Пионерскую улицу затопило из-за аварии на сетях водоснабжения. Главное лакомство лета – как выбрать арбуз и не прогадать. Далее расскажем обо всем подробно. Дороже, чем в Нижнем Новгороде. Оценку средней стоимости квадратного метра жилья в регионе представило Министерство градостроительной политики Нижегородской области. И цифры там совсем не радостные для саровчан. Цена на вторичку у нас лидирует. Если в областном центре квадратный метр в среднем обойдется в 135 тысяч рублей, в Сарове стоимость достигает почти 140 тысяч. И экономическая ситуация в стране показывает, что снижение цен не предвидится. Курс доллара и евро ежедневно бьет рекорды, а ведущие банки повышают кредитные ставки. Таксбербанк повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8 пункта. Теперь минимальная ставка составит 11,7%. В банке уточнили, что изменения затронут всех клиентов, в том числе самозанятых. Но есть и хорошие новости. Саровчанам доступна ипотека от 4% годовых. В Сарове можно купить квартиру или тонхаус на специальных условиях. Саровинвест совместно с банками-партнерами предоставляет программу льготного кредитования. Это от 6% годовых господдержка ставка для всех желающих, 4% годовых для семейных пар, то есть это семейная ипотека, и от 3% это айтишная программа. Все эти ставки действуют на весь срок кредитования. Как долго удастся сохранять льготные ставки по ипотеке в компании Саровинвест не уточняют. Поэтому если вы планируете купить жилье на выгодных условиях, спешите. Вся информация в офисе продаж торговый центр «Атом», 5 этаж, телефон 59917. Ручьи потекли по улице Пионерской 9 августа в районе 3 часов дня. Постепенно потоки расширялись и увеличивались. Вода скопилась в подвалах соседних домов. Их пришлось обесточить. По словам очевидцев, без света местные жители оставались более 6 часов. Причина ЧП – аварийное повреждение трубопровода на Пионерской, сообщили в МОП «Горводоканал». В нескольких домах отключили подачу холодной воды. Во многих домах наблюдается снижение давления. В социальных сетях саровчане делятся фото и видео. Из кранов по всему городу течет грязно-коричневая вода. Пошел второй час. Уже час привали. Специалисты приступили к устранению последствий аварии и провели все работы первой необходимости вечером 9 августа. Восстанавливать подачу воды в отключенных домах будут в течение суток. А на полную нормализацию водоснабжения понадобится 1-2 дня, рассказали в «Горводоканале». У 15 видов энтеровирусов есть свой сиротип. В зависимости от того, какой возбудитель попадает внутрь организма, развивается соответствующая клиническая форма. Энтеровирусная инфекция передается от человека к человеку. Заразиться можно и относительно заболевания, у которого нет явных симптомов. Энтеровирусы очень живучи. Они могут оседать на поверхностях одежды, предметов, продуктов и жить до нескольких дней даже при низких температурах. Инфекция передается через дыхательные пути и рот. Наиболее активная интервирусная инфекция распространяется в летний осенний сезон. Особенно плохо у нас промываются ягоды и зелень. Если не промытые и лежат в холодильнике, и вы их достали, то и плохо промыли, например, тогда вероятность того, что он может послужить как фактором передачи пищевой продукт. Наибольшую опасность представляет именно вода открытых водоемов. Пруд, речка, непроточные, неглубокие водоемы. Энтеровирусы очень хорошо размножаются в теплую погоду и в благоприятной среде сохраняются до месяца. Летом энтеровирусной инфекцией люди чаще всего заражаются от воды из непроточных водоемов. Если вы находитесь на природе, то ни в коем случае не мойте детские игрушки, фрукты, ягоды и овощи в речке или в пруду. Для этого используйте только бутилированную воду. Во время купания старайтесь не заглатывать воду. Озеро Протяжность в последний раз исследовали воду, исследовали, анализы хорошие. А вот пруд Боровое, там вода загрязненная, микробное число в них выше, чем допустимо. Поэтому на сегодняшний день из официальных мест купания можно использовать только озеро Протяжное. Я не говорю, что нельзя использовать колодезную воду или родниковую, но мы не знаем качество этой воды. По словам врача, в Саровской водопроводной воде интервирусов нет. Заразиться инфекцией можно от грязных рук. Поэтому соблюдайте правила гигиены перед приготовлением пищи и перед едой. Мойте руки после посещения общественных мест. Не трите глаза, не прикасайтесь к слизистым грязными руками. Это может быть герпетическая ангина, то есть боли в горле. Характерное высыпание на слизистые, водянистые такие пузыречки, которые потом вскрываются. И авточки такие, язвочки образуются. Боли при глотании и так далее. Конечно, повышается температура, слабость, ненамогание и так далее. Заканчивается это доброкачественно. Еще симптомами инфекции могут быть сыпь на ладонях, подошве стоп и в горле. Тошнота, недомогание, боль в животе. Наибольшую опасность представляет поражение центральной нервной системы. Точный диагноз врачи могут поставить только после лабораторных исследований и ПЦР-диагностики. Вакцины от интервирусной инфекции нет. Сейчас в Сарове зарегистрировано 4 случая заболевания. Любовь к животным – это не только про то, чтобы погладить или потискать их. Как и в отношениях с людьми, это прежде всего про заботу. Когда вы заводите собаку или кошку, вы берете на себя ответственность. А значит, теперь вам нужно думать не только о себе и своих родных, но и о новом пушистом обитателе дома. Чтобы надолго сохранить здоровье питомца, первым делом покажите его ветеринару. Доктор осмотрит животное и возьмет все необходимые анализы, в том числе на особо опасные заболевания, которые могут не сразу проявиться симптомами. Ну и, конечно, вакцинация. Привитое животное на 80% защищено от болезней. Еще одна важная процедура – кастрация или стерилизация, если кошку или собаку вы завели не для разведения. В зооклинике «Свой доктор» в рамках выигранного гранта проводит бесплатные операции по стерилизации и кастрации для питомцев отдельных категорий граждан. При поддержке фонда президентских грантов у нас есть бесплатные кастрации стерилизации котов и собак, водительских, участников СВО, многодетных, пенсионеров. И в этой же гранте входит бесплатное обследование животных перед операцией. Ну, что в него входит? Это ЭКГ. У нас есть аппарат ЭКГ плюс анализ крови общий, который мы делаем у нас здесь, плюс УЗИ. Кроме того, в клинике «Свой доктор» есть монитор пациента. Его подключают к животным во время каждой операции. Следят за их текущим состоянием через ЭКГ, пульс, температуру и другие показатели. В случае чего доктор может оперативно среагировать и принять экстренные меры. Все это гарантирует достаточно высокий уровень оказываемой помощи. Обращаться к ветеринару необходимо немедленно, как только вы заметили у своего питомца даже незначительные изменения поведения. Стал хуже есть, вяло лежит на диване и иначе дышит. Все это могут быть симптомы заболевания. Каждое животное показывает свое недомогание по-своему. Кого-то рвота по носу, кого-то сопли, кого-то чихает, отказ от еды. Первым делом мы не занимаемся самолечением. Мы не ждем, пока само все пройдет. Не пройдет. Поэтому сразу же, даже если показалось, что-то плохо себя чувствует, сразу же идем к ветеринару, специалисту. В ветеринарном центре «Свой доктор» есть все необходимое, чтобы помочь вашему питомцу. Квалифицированные доктора и новейшее оборудование. Работает стационар, где вы можете оставить животное в особо тяжелом состоянии, чтобы его выхаживали специалисты. Также есть кислородная камера, в которой четырехлапые пациенты быстро восстанавливаются после операции. Но самое главное, здесь с любовью и душой относятся к каждому хвостатому посетителю и делают все, чтобы он как можно дольше радовал своих хозяев крепким здоровьем. Помните, что вы в ответе за тех, кого приручили и никогда не пренебрегайте походом к ветеринару. Зооклиника «Свой доктор» Зернова, 65. Телефоны 3-79-01, 8-908-762-0901 и 8-930-809-99-01. Август – сезон арбузов и дынь. Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой выбора арбузов. Как говорится в народе, чем больше ягода, тем она слаще. С этим вопросом мы обратились к профессионалам. Вахид Сеидов продает арбузы 17 лет. На его прилавке разные виды и сорта бахчевых. Все доставляют из Дагестана. Продавец знает обо всех нюансах и тонкостях выбора арбузов и дынь. И всегда щедро делится советами. Например, рассказывает, что сочный и сладкий арбуз весит от 10 килограммов. Признак отменного вкуса – яркий контраст между зелеными и белыми полосками. Еще один простой способ выбрать арбуз – постучать по нему. Звук должен быть не звонким и не глухим, а скорее средним, напоминающим вибрации. И, кстати, не всегда арбуз оказывается вкусным, если у него зеленый хвостик. Хвостик – это, говорит, по свежести арбуза. Можно, допустим, если арбуз свежий, у него хвостик всегда зеленый. Если он уже лежит, он уже усыхает, и как бы это легенда, что он это. Если арбуз свежий, у него будет по-любому хвостик зеленый. Он отрывается от ботвы, и у него всегда зеленый. Он полежит 2-3 дня и станет сухой. Как бы это все. Но это неправда, что хвостик должен быть сухой. Иногда зеленый хвостик бывает слаще, чем сухой. При выборе дыни нужно ориентироваться на особые признаки, присущие каждому сорту. Например, торпеду выбирают по мягкости и запаху. Если нажать на макушку, оттуда либо доносится запах, либо нет. Дыня должна быть ароматная и мягкая. Если она жесткая, несмотря какая дыня. Тоже совсем разные дыни, разные арбузы. Их выбирают совсем от разных сортов. Некоторые сорта есть, которые просто не выберешь. Август сезон арбузных диет. Ими можно объедаться целыми килограммами. Но, как утверждают диетологи, что в день нужно съедать 500 грамм мякоти. Но нам это не грозит. Мы можем есть каждый день. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Самый большой российский фестиваль «Гуляй город» посвящен одному из значимых событий российской истории – Младинской битве 1572 года. 20-тысячное войско Ивана Грозного остановило натиск крымско-турецкой армии, которая целенаправленно шла завоевывать московское государство. Несмотря на значительное численное превосходство крымско-турецкой армии, противники бежали, а их армия понесла тяжелые потери. Историческая реконструкция сражения 16 века прошла на месте событий – в Подмосковье, около села Молоди. Объединение армир уже не в первый раз приезжает на фестиваль. Первый раз я туда съездил вообще в 2011 году или даже в 2012. В прошлом году мы были, но и приехали в этом году. Фестиваль очень дружелюбный к участникам, но и с тех времен, с 2012 года, очень сильно, конечно, вырос в размерах. Гостей фестиваля, посетителей было порядка 26 тысяч человек. То есть уже больше, чем даже армия, которая там воевала. Фестиваль проходил два дня, на протяжении которых на поле разворачивалась масштабная Молодинская битва. Чтобы все было точно и достоверно, более 300 реконструкторов со всей России готовились к событию. Изучали историю, шили костюмы, изучали технику боев, изготавливали оружие. Перед битвой между всеми участниками распределили роли. Армир в составе четырех человек выступал на стороне стрельцов. В первый день действительно разыгрывался сценарий Молодинской битвы, когда стрельцы и поместное полчение русское укрываются за щитами гуляя города, отражая атаки татар и османов. При этом активно работает артиллерия, пиротехники там каждый раз отрываются, пиротехники, насколько я знаю, с Мосфильма. Так что бабахает, дымит, взрывается все прям по высшему разряду. Во второй день было полевое сражение. На фестивале «Гуляй город» работали интерактивные площадки, историческая ярмарка, мастер-классы. На сцене выступили известные музыкальные исполнители. По запросу организаторов армировцы привезли на фестиваль пистолетный тир. Гости мероприятия могли пострелять из капсульных пистолетов, заряженных мягкими войлочными полями. Сейчас наконец-то начинает торжествовать историческая справедливость, и битву при молодях наконец-то вспомнили. Потому что во времена Романовых про нее молчали, поскольку это было наследие другой династии. Про нее не любили вспоминать. А советская история большого значения этому не придавала. В этом сезоне армировцы показали себя еще на одном большом всероссийском фестивале времена и эпохи в Москве. 112 471 зрителей, 138 экскурсий в Кронштадте. Такие внушительные итоги подвели сотрудники Саровского музея военно-морской славы. В течение двух недель наши земляки представляли выставку «Адмирал Ушаков» в рамках программы главного военно-морского парада страны. «Было очень интересно работать с иностранными туристами, которые, казалось бы, ну что им, Ушаков, но тем не менее, проявляли очень большого интереса. Ну а завершающий этап – это когда нашу выставку посвятила очень большая группа именно военно-морских и военных АТШ нашей страны, которые были специально доставлены в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде вместе с президентом нашей страны». Посетители узнали множество интересных фактов о великом полководце. Кто-то даже самостоятельно рассказывал детям моменты из его биографии, а некоторые воспринимали его портрет как икону. Один из самых популярных экспонатов – традиционно мундир Федора Ушакова. Руководитель музея Сергей Яковлев выразил благодарность администрации города и Департаменту культуры и искусства за помощь в организации и подготовке к поездке. «В этом году мы выиграли один из грантов в социальных проектов в рамках общественной организации СНКО. И, как раз, этот проект практически завершить последний этап реконструкции мундир Федора Ушакова, когда были на нее приобретены, во-первых, и помещены, сшиты звезды орденов. И теперь у нас он будет так, очень крутой, такого нигде нет, а сейчас просто не существует уже. То есть поставлена такая хорошая, можно сказать, культурно-историческая точка в создании вот этого мундира». Выставка Саровского музея военно-морской славы по-настоящему уникальна. Поэтому ей заинтересовались представители Государственного университета и Академии морского и речного транспорта Санкт-Петербурга. В планах включить для студентов знакомство с выставкой адмирала Ушаков в учебный процесс. Фонд личных коллекций формируется в городском архиве с 2015 года. За это время архивисты собрали 18 коллекций документов и материалов саровчан, которые так или иначе связаны с историей города. Это одно из приоритетных направлений работы учреждения. За последние два года фонд пополнился документами известных людей – представителей культурной жизни Сарова. Среди них есть материалы краеведа Валентина Степашкина. Могут вызвать интерес документы по истории городской комсомольской организации, в частности, по деятельности комсомольского оперотряда «Центр», документы по истории Саровского монастыря, его восстановления. Здесь же можно найти воспоминания первых строителей города Сарова, документы о партнерских отношениях с городами-побратимами, материалы о пребывании саровской делегации в Париже, почетные грамоты, фотографии. У Валентина Степашкина также представлены его известные книги «Саров от Адая» и «Серафим Саровский». Татьяна Левкина много лет возглавляла отдел культуры, была художественным руководителем драмтеатра. Татьяне Ивановне присудили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. В личный фонд архива она передала документы и фотографии по истории учреждений культуры города, программы и афиши праздников, фестивалей и концертов. Документы, которые хранятся у нас в городском архиве, в фонде личных коллекций, мы выдаем в пользование, естественно, в стенах архива, краеведам, людям, которые занимаются какой-то исследовательской работой, кто проявляет интерес к этим документам. Для пополнения фонда личных коллекций саровчане могут передать свои документы, фотографии, письма и другие материалы, которые представляют историческую ценность. После этого все экземпляры проходят отбор. В первую очередь это документы, которые касаются истории нашего города, его становления. Они здесь проходят, конечно, отбор, мы обсуждаем, что оставить. Ведь желательно, конечно, чтобы были документы, которые и нашим потомкам будут интересны. Приносить материалы необходимо по адресу улица Гоголя, 22А. Ольга Шема – руководитель музыкального волонтерского объединения «На доброй ноте», родом из Арзамасского района. Вся ее семья связана с музыкой. Мама, папа и сестра пели на сцене. Ольга тоже стала заниматься вокалом. Участвовала в хоре, ансамбле и творческом коллективе. Хотя основная работа женщины не связана с музыкой, она продолжает заниматься любимым делом. Выйти на сцену международного конкурса фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола» было давней мечтой Ольги. К этому событию она готовилась на протяжении нескольких лет, совершенствовала вокальное мастерство. И в этом году желание исполнилось. Отборочный тур был онлайн. То есть мы отсылали свои видео и аудиоматериалы, тексты песен. И жюри выбирали из огромного количества человек, выбрали 100 с небольшим участников для данного фестиваля. Каждый исполнял по две песни. И вот уже из этих песен жюри выбирали самые достойные, которые должны прозвучать на большой сцене в финале. Ольга исполнила две композиции «Россия» и «Солдатка». Жюри отдало предпочтение второй песне, и «Солдатка» прозвучала на главной сцене галоконцерта фестиваля. «Солдатку» Ольга исполняет уже много лет. С ней она выступала и на других конкурсах. Это песня о девушке, женщине, которая потеряла своего мужа, солдата на войне. О ее переживаниях, страданиях. Я постаралась передать чувства, эмоции данного персонажа. И до сих пор мне приходят восторженные отзывы. Участников фестиваля оценивала высокопрофессиональные жюри. В номинации «Сольное пение» Саровчанка заняла почетное третье место. Всего на фестиваль-конкурс «Арзамасский купола» подали 156 заявок из России, Белоруссии, Казахстана и Донбасса. Во время выступления Ольги были технические сложности, но исполнительница уверенно спела на публике. В детстве Ольга любила слушать на кассете дуэт Михайловых, и во время награждения Саровчанке посчастливилось получить приз прямо из их рук. Ольга Шема получила денежный приз, который планирует потратить на новое оборудование для волонтерского объединения «На доброй ноте». Кстати, если вы поете или играете на музыкальных инструментах и хотите присоединиться к команде волонтеров, обращайтесь к Ольге по телефону 8-910-147-47-37. Проект «Дивеева. Живая история» выиграл президентский грант. В прошлом году его создал инициативный житель села Павел Сушков при поддержке районной администрации Дивеева и местных предпринимателей. На средства гранта Павел оцифровал порядка 12 тысяч фотографий со старых пленок, архив районной газеты «Ударник» и частные архивы жителей Дивеева. Так родился виртуальный музей «Дивеева вчера». Здесь собраны фотографии, видеофрагменты и кинохроники Дивеевской земли 19-20 веков. Фотовыставка «Дивеева со старых пленок» стала продолжением в работе над проектом. Изначально планировали выставить только фотографии торжества Серафимовских в 1991 году, но потом, чтобы немножко расширить кругозор посетителей наших, мы решили, что нужно дать к ним предысторию. Сначала первое дело содержит фотографии 19 века и начало 20-го до разорения монастыря. Во втором разделе выставки – фотографии прошлого столетия, начиная с 30-х годов. На них можно увидеть, как жили дивеевцы в советское время, как выглядела разоренная территория монастыря. По словам Павла Сушкова, некоторые фотографии были для него открытием. Есть, например, кресты на источниках. Хотя везде на слуху то, что были гонения, что никаких крестов там не было, что верующих с источников прогоняли. Нет, это на самом деле оказалось, что не совсем. Может быть, не везде так было. Жемчужина выставки – фотографии Николая Кузяева, мастера гончара из села Елизарева. Оказалось, что Николай Иванович работал профессиональным фотографом в фотоателье на территории монастыря. На его снимках запечатлены события 1 августа 1991 года. В этот день в Дивеево торжественно перенесли мощи преподобного Серафима Саровского. Выставка Дивеева со старых пленок проходит в Дивеевской школе художественных ремесел по адресу переулок Галякова, дом 3. Посетить экспозицию можно с 12 до 17 часов ежедневно до конца сентября. Вход свободный, без возрастных ограничений. Каждую среду сотрудники Центра развития культуры и искусства приглашают всех желающих в парк имени Сосина. В 18.00 там проходят интерактивные программы, где маленьких зрителей ждут увлекательные путешествия по парку, а также знакомства со сказочными персонажами. В пятницу в парке имени Зернова проходит культурная пятница для всей семьи. А в 21.00 на танцевальной площадке стартует летний кинотеатр, где показывают художественные фильмы 22 и 23 годов. Каждый четверг на танцевальной площадке парка имени Зернова у нас проходят абсолютно бесплатные мастер-классы по танцам для взрослых. Каждую субботу традиционно у нас она проходит под знаком музыки. На набережной парка имени Зернова мы ждем на сцене на воде, на живых концертах вокальных и инструментальных групп нашего города или же мелодичные сеты от диджеев тоже нашего города. В этом году парк имени Зернова отмечает свое 75-летие. К этому событию сотрудники подготовились основательно. В последние выходные августа гостей парка ждет юбилейный марафон. Начнется он с концерта на танцевальной площадке в 18.00, а в 8 вечера стартует фестиваль уличного кино. Мы будем смотреть конкурсную программу. Это 7 лучших короткометражных фильмов, которые были отобраны оргкомитетом фестиваля уличного кино для участия в конкурсе в этом году. То есть мы вновь будем голосовать фонариками за лучшую, понравившуюся нашим горожанам картину короткометражного кино. 26 августа в 11.00 откроет свои двери фестиваль «Дары лета». Его организуют ветераны и пенсионеры города. В это же время на танцевальной площадке пройдет проект «Ретро-танцы», где прозвучит музыка для тех, кому за. А перед танцевальной площадкой маленьких гостей ждут сотрудники парка с интерактивными играми. В этот же день, уже в 8 вечера на танцевальной площадке в Летнем кинотеатре, мы вновь присоединимся к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой встретимся с персонажами Успенского и посмотрим детскую комедию «Чебурашка». И далее встретимся с «Космосом». Увидим драму «Вызов» режиссер Клима Шипенко. 27 августа в 14.00 на танцплощадке стартует программа «Радости парка», где все желающие смогут принять участие в творческих играх, посмотреть на азотное шоу от Музея занимательных наук в арке из Нижнего Новгорода. Также гости парка попробуют сочные арбузы и увидят шоу мыльных пузырей. В это же время на набережной реки Сатис стартует фестиваль «Вкусно-фест». В этом году он отпразднует пятилетие. Предприниматели города представят на суд гостей свои работы, а также все желающие смогут продегустировать блюда, которые для них приготовят участники. Завершится вечер выступлением группы «Биртман» из Санкт-Петербурга. Отточенность линий, грация, страсть и экспрессия – все это про фламенко. Истоки танца лежат еще в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка. Танцевальная площадка парка имени Зернова на пару часов превратилась в колоритные улочки Севилья. Участницы танцевального мастер-класса разучивали основные движения фламенко, отбивали ногами дроби, учились работать руками, танцевали под аккомпанемент хлопков и каблуков и даже выучили небольшой кусочек танца. На мастер-классах мы знакомимся с основными движениями, особенными стилистиками. Немного я рассказываю, конечно, о культуре, об истории того или иного стиля. И мы танцуем небольшую композицию, которая уже позволит даже на первом занятии ощутить каждое направление, свою изюминку, попробовать себя в качестве танцора. Летний танцевальный марафон в парке Зернова открыли в июле занятиями для детей. Теперь эстафетную палочку приняли взрослые. Бесплатные мастер-классы по различным направлениям танца могут посетить все желающие каждый четверг в 18.30 весь август на танцплощадке. Впереди занятия по цыганскому и кавказскому танцу. На кавказский танец могут и мужчины прийти. Этот танец как раз в основном-то и танцуют мужчины. То есть искрометная лесгинка в мужском исполнении – это, конечно, красиво, зрелищно и ярко. Все, что связано с движением – это, конечно, нагрузка полезная, интересная, под красивую музыку, в дружном коллективе. Это в любом случае всегда на пользу. 24 августа пройдет танцевальный концерт к 70-летию парка. Подведение итогов марафона и награждение самых активных участников. Прийти на мастер-классы можно свободно или записавшись по телефону. 8 905 191 77 44 Подготовка ко дню знаний начинается задолго до наступления осени. Покупка школьной формы и концтоваров становится главной задачей для родителей. Если у них первоклашка, шопинг и вовсе превращается в квест. В этом году цены на концтовары выросли. Но на 2,5-3 тысячи рублей собрать основные принадлежности реально. Без учета самой дорогостоящей покупки – рюкзака. Грамотно подобрать один из главных школьных атрибутов и не разориться помогут консультанты магазина «Скулхаус». Во-первых, надо смотреть, какого телосложения ребенок. Если ребенок крупненький, можно, конечно, и побольше взять. Сейчас они все рюкзаки идут. Есть меньше 700 грамм, есть до килограмма. До килограмма, по сути, подойдет всем. Рюкзаки есть ортопедические. Все планки у них меняются, поднимаются, опускаются. И под спину любого ребенка все можно подобрать и подрегулировать. Потому что он будет находиться с утра до вечера с этим рюкзаком, чтобы было все удобно. И такие рюкзаки сейчас, после что, в них ничего не мнется. Они каркасные. В современных рюкзаках основное отделение очень большое. В него поместятся все учебники, тетрадки и даже гаджеты. Для всего этого есть специальные органайзеры, которые помогут зафиксировать, к примеру, телефон и ключи. В магазине «Скулхаус» представлен большой выбор портфелей для начальных и старших классов. Здесь же вы найдете все наполнение. Тетради, пеналы, ручки и карандаши на любой вкус. Несмотря на использование в школах электронных дневников, печатные до сих пор пользуются спросом. Некоторые учителя, некоторые дети все-таки их покупают. И покупают все равно много. В основном записывать удобно, когда интернет у кого-то не работает. И дети привыкают лучше, когда пишут. А дневники тоже выбор у нас есть, хороший. С начала июня «Скулхаус» переехал с четвертого на третий этаж торгового центра «Атом». Теперь пространства стало больше. Кроме школьных принадлежностей, в магазине можно найти товары для офиса и творчества, игрушки для детей и подарочные наборы. Если какого-то товара нет в наличии, привезут на заказ. Все необходимые товары для школ и работы дома в одном месте. Магазин «Скулхаус» работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В торговом центре «Атом» – третий этаж.